Леонид Рыбаковский, экономист, социолог, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской Академии Наук. Добрый вечер, Леонид Леонидович. Скажите, пожалуйста, а какова необходимость проводить перепись именно сейчас, в достаточно тяжелой экономической ситуации, то есть в кризис? Ну, в принципе, всегда тяжелая экономическая ситуация, когда бы не проводили перепись. То есть у нас всегда тяжело. В России всегда это было тяжело. Надо сказать, что в России первая перепись проводилась еще в царское время, 1897 год. Это была нормальная перепись, когда мы знали, сколько населения, по крайней мере... До этого не было попыток. Не было, были ревизские сказки, записи. Да. Мужских душ, это, в общем, не давало полной информации о населении. Поэтому отсчет вот переписи, это примерно начало 20 века. В этом смысле Россия, конечно, сильно отставала от развитых западных стран, и она и сегодня отстает. И не только потому, что она позже других стала проводить переписи, но и потому, что она их очень хаотично проводила. А вот, извините, во время первой переписи также ходили переписчики и записывали? Абсолютно все то же самое было. Листы были? Конечно, да, все то же самое. Причем достаточно богатая программа была по тем временам. Она впервые вообще не только там вол, возраст, количество, но она и вообще место проживания, миграционные, вот эти вопросы. Там много интересного. Она, вообще говоря, эталонна, с моей точки зрения. Потому что вторая перепись уже в советское время, это 1927 год, она во многом копировала то, что было в те времена. А потом начались скачки. 1927 год, значит, надо проводить когда? Через 10 лет перепись. В 1937 году ее провели. Оказалось, что население намного меньше, чем было объявлено вождем народов. И поэтому надо было каким-то образом это скрыть. И провели перепись, ну, следующую в 1939 году, которая дала, ну, скажем, перепись 1937 дала 162 миллиона, а 1939 и 170 миллионов. Это резкий скачок. Резкий скачок, это при том, что в период 1937-1938 года основная часть расстрелянных пришлась. Вообще, по поводу расстрелянных репрессиями... Да, вот, кстати, по разнице в переписи можно понять? Ну, это даже не надо по разнице. Она просто показывает, что, как прирост населения должен был идти. Это можно из архива взять. Существует, ну, я бы сказал, очень много фантастических цифр относительно того, сколько расстреляны в стране. Я не хочу авторов называть, времени это слишком много, но скажу одно. С 1921 по 1953 год, вот, тех, кого судили и расстреливали, было всего 800 тысяч. Из них 700 тысяч приходится на 1937-1938 год. Вот это самые роковые годы, самые страшные годы для страны. 700 тысяч. Так вот, с 1937 по 1939, помимо того, что снизился естественный прирост, уменьшился по другим причинам, там, рождаемость снизилась, смертность была высокая, еще и расстреляли 700 тысяч. Причем кого? В основном мужчин трудоспособного возраста. Поэтому 1939 год никак не мог быть годом, который был бы точный. Это явно, что завышенная цифра. А от нее мы начинаем считать военные потери. Потому что накануне войны, 1941 год, это еще можно просчитать от 1939, но там еще много других разных данных, присоединенные территории и прочее. А потом перепись 1959 год. Поэтому сегодня цифра, которую называют, ну, 27 миллионов, я придерживаюсь цифры, допустим, там другие цифры. Это все примерные, это все прикидочные. Никто никогда не сможет определить эту цифру точно, потому что мы не знаем, сколько было населения накануне войны. В самой первой переписи, о которой мы говорили, первый вопрос был вероисповедания. Теперь, естественно, о религии практически не спрашивают, да? В том числе не спрашивают и о национальности. Вот тут какие могут быть коллегии? О национальности здесь спрашивают. Но я сразу хочу сказать, по проблеме национальности наше государство очень много что теряет. Ну, во-первых, мы из паспорта убрали, ладно, бог с ним. Сейчас, вот скажем, до 2007 года мы учитывали национальный состав мигрантов, кто к нам прибывает. С 2008 года уже не учитываем. В переписи это будет спрошено. Потому что вот в части миграционных, вот этих, не миграционных, а этнических трудностей, которые у нас ожидают, все может быть, есть некая структура населения национальная. В ней преобладают определенные титульные нации. В данном случае титульные нации русские и те другие народы, ну, скажем, татары, там, башкиры, там, чукчи, это все наши титульные народы. Есть основная градообразующая, это русские. Вот как их количество будет меняться, во многом зависит геополитическое будущее страны. Перепись 2002 года в сравнении с 1989 годом зафиксировала резкое сокращение количества русских в нашей стране. Почему? Сейчас я объясню. Кстати, это произошло в Эстонии также, а во всех остальных странах постсоветского пространства титульные народы, количество титульных народов выросло. Количество русских сократилось, во-первых, за счет депопуляции, высокой смертности. Тут никуда мы не уйдем. Причем было 120 миллионов в 1989 году, стало 116. Вот в эти 116 попали мигрантов, которых миллиона четыре прибавилось, русских, приехавших из постсоветского пространства. Их там оставалось 25,3 миллиона. И плюс к этому, многие проживающие на территории России другие народности, в период переписи себя идентифицировали с русскими. Ну, скажем, где-то миллион 200, миллион 300 украинцев стали русскими. Это же происходило из России. Это было выгодно? Это всегда выгодно, потому что в 30-е годы, когда самой выгодной национальностью были русские, тут перепись 1937 года, а в ней национальный состав был, против 1927, она зафиксировала прибавку где-то 5-6 миллионов русских. Ниоткуда. Не родилась, не умерла. А вот они получились. Миграции не было. А уменьшилось количество украинцев, евреев, мордвы и так дальше. То есть люди принимали там, где, скажем, полукровки, как говорят, они принимали национальность более выгодной. А сейчас наоборот, видимо, будет. Сейчас наоборот, потому что основная национальность русская. Самая идентификация. Абсолютно точно. Особенно это происходит у нас по-русским здесь, но по малым народностям наоборот. Они имеют определенные льготы, и поэтому быть, скажем, анайцем или, скажем, хантом и так дальше выгоднее, чем русским, если у него есть кровь. Поэтому количество малочисленных народов, которое сокращалось, вдруг стало увеличиваться. Я думаю, сейчас оно тоже возрастет еще. Вы писали о том, что к концу века 60-65 миллионов останется у нас в стране. Из них сколько будет русских и какое будет соотношение христиан и мусульман? Значит, я вам так скажу. Все прогнозы – это только предвидение, если вот это будет, если вот эти условия сохранятся. Я думаю, что не надо верить в прогнозы. Был такой советский демограф Боярский, он говорил, что вместо всех этих прогнозов на кладбище. Оно так и есть. У нас кладбище переполнено прогнозами. Делает Росстат наши прогнозы. Максимальные, минимальные, средние. И через несколько лет мы их меняем, потому что это то, что будет, вот, если танцевать от сегодняшнего дня. В общем, перспектива хорошая. Я не скажу, что она хорошая, потому что нагрядет демографическая волна. Вот те, кто родился в 90-е годы, их мало рождалось. Ну, цифра. Яма демографическая. Яма. В 99-м году родилось 1,2 миллиона, а в 87-м году 2,5 миллиона. Понимаете, какая крутизна идет здесь. Вот где-то с 15-18 года начнутся трудности с армией, с вузами и так далее. Может быть, это же немножко раньше. И, конечно, контингентами этими. Поэтому это мы должны бояться. Есть еще одна трудность. Вот я хочу ее вслух сказать. Может быть, услышат тех, от которых это зависит. У нас сильно меняется возрастная модель рождаемости. Раньше рожали больше всего в возрасте 20-24. Сейчас в целом по России 25-29. Санкт-Петербург уже 30-34. Вот если мы будем смещать этот возраст дальше, то у нас вообще кроме одного ребенка больше рождаться не будет. Большое спасибо, Леонид Леонидович. Сегодня гостем в нашей студии был Леонид Рыбаковский, социолог, экономист, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской Агентации.